По какой причине происходят срывы сроков? Как обычно, все происходит случайно. Проект не хотелось уходить. Мы не видим там своих конкурентных преимуществ. Я не вижу предпосылок для его роста. Это, безусловно, останавливает стройку. И мы по этой стратегии работаем и развиваемся. Мы начинаем с Блица. На каком автомобиле вы ездите? Hyundai. Сейчас даже вспомню, как он называется. В общем, на автомобиле Hyundai. Скромно. Рабочая машина. Любимая страна, кроме России? Италия. Бег или велик? И то, и другое. Аренда или ипотека? Аренда. WhatsApp или Telegram? Telegram. Ну, а теперь обо всем по порядку. Евгений, вы закончили медицинский институт. Когда вы поняли, что медицина – это не ваше? Ну, наверное, я это понял тогда, когда я учился. Я думаю, что у каждого из нас есть причины, почему мы выбираем ту или иную профессию. У меня большого выбора не было, потому что я стал стоматологом в третьем поколении. Я это видел с детства, поэтому сложно было себе представить свой профессиональный путь в какой-либо другой области. Но во время учебы, конечно, времена были достаточно интересные. Я поступил в 89-м году, закончил в 95-м. Те, кто помнят, это было время действительно трансформации страны, было много проблем. И по большому счету, если сказать двумя словами, наверное, все, что сегодня для нас обыденно и нормально, тогда было поставлено с ног на голову. И в то время занимаясь также бизнесом параллельно, потому что надо было на что-то жить. И достаточно успешно, потому что, наверное, деньги мог зарабатывать любой человек, у которого хоть было чуть-чуть смекалки, какого-то начального капитала, ты понимал, что ты зарабатываешь за неделю, за месяц больше, нежно, чем твой профессор за год. И, наверное, на неокрепший юный мозг это действовало достаточно существенным образом. Вы также, насколько мне известно, закончили Королевский институт оценщиков. Вопрос. Название этого института придумал, видимо, тот же человек, который придумал и императорские мутищи. Вы знаете, нет, на самом деле не совсем так. Есть так называемый Chartered Institute, это МРИКС, это Royal Institute of Chartered Surveyors. Это организация в Великобритании. И на самом деле любой профессионал в недвижимости в Великобритании должен пройти обучение, исходя из тех требований, которые есть в данном институте. Поэтому нет, это не императорские мутищи. И я был, наверное, один из первых, 10-15 человек в России, кто получили данную степень. То есть это была продиктована необходимостью работы в недвижимости в России? И в этом работа с теми клиентов. Потому что на тот момент времени я работал, был партнером крупной международной консалтерной компании Night Frank. И, конечно, большое количество наших клиентов, это были международные инвесторы, международные банки. Поэтому, да, это было одно из требований работы с ними. Евгений, вы классно одеваетесь. Вы делаете это сами или у вас есть стилист? Конечно, я делаю это сам. Спасибо, во-первых, за приятные слова. Нет, я делаю это абсолютно сами. Вы много денег тратите на одежду? Вы знаете, на текущий момент времени нет. Я нашел недорогие марки, которые на мне хорошо сидят. А вот что это за марка, если нет? Вы знаете, есть такой производитель, называется он Suit Supply. Сейчас в Москве есть несколько магазинов. У них абсолютно недорогие костюмы. Я приезжаю, покупаю 2-3 костюма на сезон. И они стоят 30-40 тысяч рублей. И они на мне идеально сидят. А вы вообще предпочитаете именно вот такой классический стиль одежды? Это я сегодня так выгляжу расслабленно, потому что жарко. А так, конечно, это костюмы-голсты. У компании Тека достаточно непростая судьба. Она изначально принадлежала жене Лужковой Елене Батуриной. Затем ее владельцами стали Гуцериевы и Шишхановы. Позже она перешла к Центробанку. Как компания Интека сегодня себя чувствует? Отвечая на ваш вопрос, как живется, пока живется еще тяжело. Потому что любой компанию, у которой есть существенный долг, который необходимо обслуживать, который необходимо реструктурировать и, безусловно, затем повышать акционерную стоимость для того, чтобы расплатиться с этим долгом, живется непросто. Но на текущий момент времени важно, что есть поддержка акционера, есть поддержка нашего опорного банка-партнера, это банка-открытия. Есть понятная стратегия, которая была утверждена акционерам. И мы по этой стратегии работаем и развиваемся. Каждый день приходится решать большое количество проблем и задач. И, наверное, любой стартап, поэтому, возвращаясь к РГ, Development, там был свой набор проблем. Но это была существенно более понятная история, когда ты начинаешь с нуля, и тебе надо просто дорасти до определенного размера. Но у тебя нет оков, которые тебя могут тянуть назад. В начале, когда мы пришли, было, конечно, ощущение того, что мы... Это бег в мешках. То есть, вроде бежишь, и ты бежишь с правильно заданным направлением, но бежишь не очень быстро, потому что мешок тебя останавливает. Постепенно есть ощущение того, что этот мешок потихоньку начинает спадать. Он еще до конца не спал, но явно мы начали бежать быстрее. Мне самому интересно, я просто, честно говоря, не до конца не понимаю, вот сейчас компанией владеет, по большому счету, Центробанк. Что будет дальше? Она может перейти в частную собственность кому-то, или она всегда теперь будет такая окологосударственная? Нет, безусловно, она не должна быть окологосударственной всю свою дальнейшую жизнь. Я надеюсь, что она будет замечательная, успешная и длительная. На самом деле компания Интека принадлежит на текущий момент времени банку Траст. Вы знаете, что Банк Траст – это банк, который консолидировал на себе плохие долги из тех крупных финансовых организаций, которые были санированы Центральным банком. Поэтому Центральный банк не напрямую, безусловно, владеет Интека. Ну так или иначе. Да, и на самом деле горизонт, который отведен руководством Центрального банка Трасту – это конец 2023 года. Наша стратегия ровно так же рассчитана до конца 2023 года. И мы рассматриваем, безусловно, в этой стратегии абсолютно разные варианты выхода. Это может быть и публичное размещение, если, безусловно, конъюнктура рынка будет. Будет это возможность продажи стратегическому инвестору, финансовому инвестору. Это возможность привлечения каких-то коллективных инвестиций. Поэтому мы рассматриваем абсолютно разные варианты. Но цель – это создать прозрачную компанию институционального качества, которая могла бы быть интересна при, безусловно, подходящей конъюнктуре рынка большому количеству инвесторов. Расскажите, что происходит вот на этих фотографиях? Фотографии интересные очень. Я большой любитель охоты. И я, к сожалению, сейчас езжу максимум один-два раза в год. Раньше это было существенно чаще. Те фотографии, которые вы показываете, это одно из самых, наверное, красивых мест, которые мне довелось видеть. Это была охота на дикую каропатку в Шотландии во время цветения вереска. Это фантастическая красота. Звучит просто, я не знаю, звучит очень круто. Так и есть. На самом деле, любая охота, как любят повторять мои друзья, с кем я езжу охотиться, то, что время, проведенное на охоте, не зачитывается в длину твоей жизни. И действительно, когда это хорошая компания, это потрясающее время, которое запоминается. И то, что ты видишь в разных странах, в разных странах мира, впечатление очень-очень интересное. А почему вы так одеты круто? Ну, то есть, я посмотрел это. На самом деле, вы знаете, мне вначале казалось, что настоящий охотник должен быть в камуфляже. Потом, когда ты попадаешь в такие, например, страны, как Англия, Шотландия, Уэльс, где традиции охоты, они действительно сотнями лет, то все... То есть, человек должен быть в галстуке, он должен быть в правильном охотничьем костюме. Я понял, зачем нужны бриджи. Я понял несколько вещей, когда я первый раз попал. Для чего нужны бриджи? Потому что везде грязь, нужно легко одевать сапоги. И для чего у ранжеров открывается багажник, створка вниз, чтобы на нем можно было сделать бар и посидеть. Это я тоже увидел на охоте. Поэтому это действительно дань уважения тому мероприятию, которое ты делаешь. Это дань уважения. Зачастую, как после охоты, раскладываются трофеи, зажигаются костры. И организаторы охоты благодарят природу и животных, то, что удалось собраться и провести эту охоту. Поэтому все очень правильно, с большим уважением к всему тому, что окружает. Например, в Англии я был поражен. Я занимался стрельбой, поэтому мне казалось, что я хорошо стреляю. Поэтому, когда я приехал, начал стрелять все, что есть вокруг. Ко мне подошли и сказали, что ты, видно, неплохо стреляешь, но надо стрелять только птиц, которые летят высоко. Я не очень понимал, как в них попадать, хотя люди существенно более старше, чем я, это делали с легкостью. Это тоже, и они объяснили это тем, что есть концепция того, что у любого животного птицы должно быть право спастись. И то хороший охотник может взять добычу. Поэтому это очень познавательная история. А сколько стоит вот этот лук? Опять же, все это сильно зависит от. Это может быть и дорого, и дешево. Ну вот, тот лук, в котором вы находитесь. Не помню. По-моему, все это вместе стоило тысячу фунтов. То есть, ну, более-не-менее для, а может, стоить там пять. Поэтому, ну, это все очень сильно зависит от кошелька. Но когда ты приезжаешь в камуфляже, то это, конечно, вызывает определенные вопросы. Учитывая, что там все как на какой-то подиум собрались. Все такие, пацан, ты точно на охоту? Да, 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 абсолютно. В этом году компания Интека провела ребрендинг. Расскажите о философии вашего нового бренда. Что вы вкладывали в этот логотип и в целом в концепцию компании? Бренд не менялся последние 20 лет. За это время, безусловно, очень многие вещи поменялись. Как с точки зрения, наверное, и того, в какой среде мы живем. Также и, наверное, восприятие тех покупателей, клиентов, которые смотрят на компанию. Поэтому основная цель – это был не просто ребрендинг. Это все-таки вдохнуть какой-то новый смысл, кем мы себя хотели бы видеть. И это тоже важно для внутреннего восприятия сотрудников компании. Ровно так же и тот месседж, который мы хотим передать нашему покупателю. Но одновременно с этим сделать визуально бренд узнаваемым, динамичным, современным. Поэтому с точки зрения визуализации – это, безусловно, динамика, это современное восприятие. А с точки зрения того, какими мы себя видим – это, в первую очередь, ответственными, это, в первую очередь, создающими не просто квадратные метры, а возможность качественной жизни для наших покупателей, при всем при этом абсолютно прозрачной компании. Евгений, расскажите, по какой причине все еще, даже уже после ребрендинга, происходят срывы сроков? Вот в качестве примера я приведу жилой комплекс свой. Вы знаете, мы же с вами прекрасно понимаем то, что строительство – это достаточно длительный процесс. В среднем строительство жилого дома занимает от двух до трех лет, в зависимости от сложности проекта. И если в какой-то момент времени по тем или иным причинам, потому что есть проблемы с финансированием, к примеру, проекта, или есть какие-то технологические проблемы, когда происходит, к примеру, перепроектирование каких-то элементов здания, это, безусловно, останавливает стройку. Похожие картины наблюдали, к сожалению, практически по всем тем проектам, которые Интека строила. В случае своего Интека не является инвестором-застройщиком. Интека было привлечено еще исторически прошлыми акционерами, как компания, которая занималась, так скажем, фидевелопментом. И на основании договора оказания услуг вела данный процесс. И если говорить и про свой, и про ряд других проектов, то есть здесь не стоит, как старого, спрятать голову в песок. Действительно, у нас есть, были проблемы с просрочками по нашим проектам «Балчук», были и есть до сих пор проблемы с просрочками по садовым кварталам. Они, в первую очередь, связаны с тем, что есть определенный технологический цикл, который ты не можешь наверстать ударными темпами. Безусловно, ты можешь где-то ускориться, но если тебе технология говорит о том, что это строится два года, ты не можешь это сделать за полгода или за год. Поэтому те проблемы, которые были с финансированием проекта, то есть проекты были недофинансированы. То есть стройка или не шла вообще, или шла очень медленно. Поэтому мы на текущий момент времени прилагаем все усилия для того, чтобы те задержки, которые были, решить. Проблем, на самом деле, это я говорю в общем и целом, а проблем, безусловно, очень много. Потому что кто-то из подрядчиков не имеет ни финансовой возможности, или просто обанкротился, не вовремя заказанные материалы. Это же все, к сожалению, есть элементы одной цепи. Поэтому ответ именно такой. После того, как поменялась команда, акционер выделил достаточные средства для того, чтобы мы могли разморозить все проекты. И все проекты были разморожены. Все достроено и сданы в эксплуатацию Balchuk Viewpoint, сданы в эксплуатацию лайнеры. И сейчас мы в ближайшие дни недели должны будем сдать садовую кварталу. Вот вы упомянули жилой комплекс Balchuk Viewpoint. Недавно во всех телеграммах прогремела мысль о том, что Наталья Синдеева требует от компании Inteka компенсацию за не вовремя сданную квартиру. Позже, через пару месяцев после этого, появилась информация о том, что вроде как супруг ее, Винокуров, уже на самом деле акт приемки и передачи подписал. Расскажите, как было на самом деле? Я на ней хотел бы вдаваться в детали. Это не будет корректно по отношению к нашим покупателям. На текущий момент времени все претензии урегулированы. Судебное решение вступило в силу. Частично требования, которые наши уважаемые покупатели предъявляли, были удовлетворены. Поэтому на сегодняшний момент времени конфликт исчерпан. Это был не вброс, действительно задержка была, имела место быть. Абсолютно, задержка была. Евгений, я живу недалеко от жилого комплекса Liner. У меня каждый раз, когда я прохожу мимо, возникает вопрос. Что будет с этим самолетом, в котором сейчас находится офис продаж, после того, как вы распределите все апартаменты? Ну, если вы хотите, можем вам его продать. Может быть, вы найдете какое-то ему применение. Мы сейчас думаем об этом. Потому что в этом самолете в свое время располагался офис продаж. Учитывая, что комплекс продан на 100%, мы сейчас думаем, куда передислоцировать этот замечательный самолет. То есть он на этом месте не останется 100%? Скорее всего, нет. Во всяком случае, то, что обсуждалось, это необходимость его оттуда забрать. Вот, пока мы не можем понять, куда. Надо начать какую-то новую большую стройку с самолетной темой. Около года назад, когда новая команда приступила к работе в Интека, ваш акционер заявил о том, что в ближайшие годы вы планируете существенно увеличить и диверсифицировать присутствие группы на рынке. Вот мне интересно стало, а в чем состоит диверсификация? Вы планируете заниматься не только строительством жилых объектов, чем-то еще? Во-первых, действительно, сегодня год, как новая команда пришла. 29 мая 2018 года. Приятно, что вы это напомнили. С днем рождения вас. Спасибо. Год как за три в данном конкретном случае. Действительно, Антон Любов, как представитель акционера, говорил о том, что компания будет стараться диверсифицироваться. И, наверное, мы рассматривали, когда работали на стратегии, абсолютно различные варианты развития. Но у нас есть определенные аспекты, в рамки которых мы должны вписывать свою стратегию. Это определенный ресурс, который у нас есть, и время. За это время и с тем ресурсом, который у нас есть, мы должны дать максимальный финансовый результат. И в этом случае, конечно, мы остаемся и концентрируемся на жилой недвижимости, хотя мы рассматривали варианты и с участием в проектах коммерческой недвижимости. С точки зрения диверсификации, я не думаю, что эта диверсификация настолько будет отличаться от того, что компания Интека делала уже. Все-таки надо всегда смотреть на те сильные стороны, которые у любой организации были. Интека была, наверное, одной из первых компаний, если не первой, которая развивала крупные, такие масштабные проекты квартальной застройки. Поэтому мы, безусловно, хотим оставаться и работать над подобными проектами. И сейчас первый проект, наверное, с 2012 года новый, который мы запускаем, он называется «Весгарден». Он действительно именно представляет собой такую масштабную квартальную застройку. Одновременно с этим мы смотрим и на проекты, и готовы приобретать проекты от класса «Комфорт плюс» до элитного сегмента. Поэтому хотим быть представлены во всех этих классах. Есть, наверное, моменты, которые нам бы не хотелось, в проект не хотелось входить. Это, в первую очередь, проекты, которые находятся за пределами границ старой Москвы и в проекты эконом-класса, учитывая, что мы не видим там своих конкурентных преимуществ. А почему вы не видите там своих конкурентных преимуществ? Вы не умеете строить эконом-жилье? Ну, вы знаете, здесь же вопрос не только в умении. Здесь вопрос еще и, наверное, в той позиции, которая есть у компании в определенный момент времени. Конкурировать с такой компанией, как ПИК, чрезвычайно сложно, потому что это вертикально выстроенная компания, где практически есть все свое, где есть замечательный стандартизированный продукт, где есть большой объем, есть экономия на масштабе. Для того, чтобы эту компанию построить, вернее, по подобию компании, выстроить как выстроенная компания ПИК, необходимо достаточное количество времени, которого у нас просто нет, и весьма существенный ресурс, потому что рынок очень консолидируется. Мы делаем постоянно аналитические исследования и видим то, что галлопирующими темпами идет консолидация рынка. Порядка 10 застройщиков контролируют в зависимости от того или иного сегмента жилой недвижимости, от 65, но чуть ли не до 100% проектов. Поэтому не системные застройщики, тем более, учитывая новые 214 ФЗ, потихоньку будут уходить. Наверное, они будут оставаться точно, но в общем и целом они не будут являться каким-то доминирующим участниками рынка. Будут системные застройщики, максимум 10-15 застройщиков, которые будут по факту контролировать весь рынок. А это хорошо или плохо, на ваш взгляд? Вы знаете, это и не хорошо, и не плохо. Конкуренция все равно будет оставаться. Это не монополия, безусловно. И для конечного потребителя это хорошо то, что есть конкуренция. И конкуренция, безусловно, вызвана тем, что покупательский спрос, хоть и не снижается, но я не вижу предпосылок для его роста в ближайшей перспективе. А объемы, которые выходят на рынок, их все больше и больше. Поэтому это абсолютно существенная конкуренция между застройщиками. Но когда все-таки мы говорим о том, что у нас есть системные застройщики, вероятность дефолтов у застройщиков, появления обманутых дольщиков, те социальные проблемы, которым приводят подобные банкротства, я думаю, что они будут существенным образом снижены. Опять же, плюс там новое 214 ФЗ, где банки, я не думаю, что будут готовы кредитовать всех подряд. Когда вы сейчас говорили о сегментах, в которых вы планируете строить, вы упомянули в том числе элитку. Вот у меня есть информация о том, что вы либо завершаете, либо уже завершили сделку по покупке участка на Ильинке, бывшая теплая торговая ряда. Это и есть та самая элита? Да, это и есть. Мы действительно находимся в завершающей стадии оформления сделки. Мы уже начали работать с департаментом культурного наследия. Мы занимаемся выбором архитектора на данный проект. Это действительно сложный, но и очень интересный проект, который для нас важен не только с точки зрения финансового результата, но и с точки зрения позиционирования компании. Евгений, назовите три самых крутых проекта в жилищем строительстве на территории Москвы, на ваш взгляд. Попробую это сделать. Я большой поклонник проекта, который на текущий момент времени реализовывает компания Интек. Но начинали его, безусловно, другие люди. Это «Садовые кварталы». Это, наверное, один из немногих примеров того, что проект на протяжении последних десяти лет востребован так же хорошо сегодня, как это и было десять лет назад. Даже мы слышали новость о том, что Мединский приобрел там большую квартиру. Ну, Мединский тоже человек, безусловно, и я считаю, что это должна быть реклама, в первую очередь, нашему комплексу. Сейчас идет строительство последних двух кварталов, и мы видим очень высокий интерес не только просто к району Хамовники, а именно к самому проекту, потому что таких больших проектов квартальной застройки с невероятно интересной архитектурой. Она может кому-то нравиться, кому-то нет, но она никого не оставляет равнодушным. Очень интересная архитектура. Так что для меня? Да, мне очень нравится. То есть я, если не был бы жителем и поклонником загородной жизни, наверное, бы с удовольствием начал копить деньги для того, чтобы переехать в «Садовые кварталы». Из того, что мне кажется действительно интересным, мне очень нравятся проекты, которые реализует компания «Веспер» и дом «Бродский», который еще не до конца построен, но тогда, когда будет построен, я считаю, что это очень интересный проект в интересном месте с великолепной архитектурой, которую с Имайлом Лишенко и партнеры сделали. И третий, наверное, проект, где, наверное, хотелось бы жить, это дом на Трубецкой. Мне нравится очень проект, который находится рядом также с проектом «Садовые кварталы». Не огромный дом, но очень хорошо сделан в хорошем месте и очень быстро нашел своего покупателя. Евгений, вы железный человек? Полу. Полу железный? Ну, я не знаю, согласятся ли наши зрители или нет, но мне кажется, что вы даже чем-то похожи на Роберта Довани-младшего внешне. Мне приятно слышать. Расскажите, как вы увлеклись марафоном «Айронмен»? Вы знаете, как обычно, все происходит случайно. Я начал бегать, затем я бросил курить, я практически бросил употреблять спиртные напитки, хотя вино по-прежнему очень люблю и даже немного в нем разбираюсь. А потом постепенно-постепенно я пришел к занятиям триатлоном в силу, наверное, того, что это требует очень высокой самодисциплины, правильного тайм-менеджмента, потому что необходимо тренироваться постоянно в любое время года. И плюс ко всему это интересно, потому что ты занимаешься разными видами спорта, и в совокупности это дает результат. Ну и самый, наверное, большой момент, который сумели те люди, кто создали эту систему «Айронменов» прочувствовать, это желание людей среднего возраста плюс доказывать что-то самим себе. То есть это постоянная проверка самого себя, можешь ты или не можешь. Вот вы сказали о тайм-менеджменте, я тоже слышал о том, что для того, чтобы подготовиться к марафону, тратится какое-то безумное количество времени. Вот сколько, интересно? Ну, для того, чтобы подготовиться к половине дистанции «Айронмена», необходимо тренироваться… Давайте расскажем, половина дистанции – это сколько? Половина дистанции – это 1,9 километра плавания на открытой воде, затем это 90 километров на велосипеде. Это по пересеченке или… Да, конечно, в зависимости от трассы это проводится по всему миру. И сейчас и в России начали проводить похожие соревнования. Это могут быть горные этапы, могут быть более плоские, но это достаточно сложно по-любому. И это 21 километр, то есть это полумарафон. Когда мы говорим про «Айронмен», это мы умножаем на 2. То есть это 4 километра практически плавания, 180 километров на велосипеде и марафон, который нужно после всего этого пробежать. Так вот, для того, чтобы подготовиться к «Айронмену», нужно тренироваться в неделю в среднем порядка 14-15 часов. Для того, чтобы подготовиться к половиной дистанции от 8 до 10-11 часов. И это требует действительно, как вы правильно сказали, тайм-менеджмента. А как давно вы этим увлекаетесь? Порядка трех лет. Вы пробежали пока что половину, да? То есть вы сказали, на половину железный человек. Да, я два раза это сделал. И в этом году еще рассчитываю пару раз это сделать. Евгений, как можно любить бег? Я думаю, что бег – это замечательное времяпровождение. Особенно, когда ты это делаешь утром, когда ты остаешься сам собой, и у тебя абсолютно чистый разум. Ты думаешь, ты решаешь какие-то личные проблемы, какие-то проблемы, связанные с бизнесом. Я очень люблю, на самом деле, бегать во всех тех местах, куда я приезжаю. Потому что ты видишь город, я бегал, не знаю, в Венеции, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, можно долго перечислять. И ты видишь город абсолютно с другой стороны. Он еще чистый, он еще тихий, и ты можешь подмечать те моменты, которые ты уже через 2-3 часа никогда в жизни не увидишь. Поэтому я считаю, что это замечательное времяпровождение. В Монавео, Флоренция или Венеция, если ты бежишь в 6 утра, ты можешь посмотреть, никого нет, все замечательно. Через 2 часа, когда ты возвращаешься, если ты бежишь на длинную пробежку, уже такое количество людей, то что тебе приходится протискиваться. Назовите 3 вещи, без которых не обходится ваш день. Спорт, позитивное настроение и, наверное, мои мысли о моих детях. Спасибо за интервью. Спасибо.